Здравствуйте! Сегодня у нас уже пятница. Боя, десятая числа. Хочу вам показать апартаменты Суманжарди. Это вот тоже с нашей цепочки апартаментов, в которых я работала. Вот, посмотрите, как они выглядят. Кстати, они открыты весь год. Ну, там, видимо, сейчас ремонт что-то идет. Просто хочу показать, как вот у меня апартаменты эти выглядят. Знаете, чем хорошо эти апартаменты? Во-первых, там кухня есть, стиранная машина есть. Ну, не во всех, конечно, есть апартаментов стиранная машина. Ну, кухонь, как говорю, вот эта террасочка есть. Вот в этих конкретно апартаментах есть еще бассейн. И вон совсем рядом море. Вот это Монжарди. Ну, мне не посчастливилось в них работать. Ну, там потому что раз круглый год он работает, то там уже, конечно, есть люди, которые круглый год там работают. Вот, раз вы попросили меня, чтобы я снимала вам, ну, буду так по мере. В общем, на... А, у нас что, я пошла, я пошла в банк проверить, перечислили ли мне аюду. Вот. Пошла проверить счет в банке. Какая красота. Ну, вот это какие-то... Даже не знаю, как назвать это. Дом, вилла. Ну, это на несколько хозяев тут, вот видите. Какие-то они такие однотипные. И впереди вообще чудо. Чудо-чудо. А, это магнолия. Магнолия распустилась. Это я нахожусь в этом... Это еще Фаналс. Тут детская площадка. Вот какой длинный, как комплекс какой-то вот таких апартаментов. Но не для дачи, видимо, а для жилья. Ну, может, конечно, они их сдают. А вот намагнолия. Магнолия. Вот, немножко себя покажу. Правда, я ничего не вижу, что снимаю. В общем, это у меня последнее уже пособие. Все. И, конечно же, я сразу же озадачилась, что... Когда вот меня еще эти апартаменты вызовут, не знаю. А как-то жить без денег-то совсем неинтересно. С Ютуба мне еще очень мало приходит. Вообще копейки. Вот. И... Конечно же, у меня мечта вот тоже вот работать в фрилансе. На компьютере. Чего все равно целый день дома. Лучше бы так бессмысленно смотреть сериал. Я бы... И потом не будешь же учить. Везде невозможно. Учишь только час. Больше уже не выходит. Дальше уже голова квадратная. Я бы... Хотела бы, конечно, заняться фрилансом. Ну, знаете, сколько я ничего не открываю, я ничего не понимаю. Особенно, когда объясняют мужчины. Знаете, мужчины вообще объяснять не умеют. Они считают, что все кругом, все знают эти термины. Особенно у меня вызывает ужас, когда начинают говорить, А теперь откройте свой сайт. Как его открывать? Ой. Чего-то меня не задавили. Откройте. Или какие-нибудь там... Начинают типа объяснять. Половина слов я не понимаю, что они говорят. В общем, капец. Я бы хотела копирайтером поработать. Ну, просто... Или хотела бы тексты испанские попереводить. Ну, вот как... У меня ничего не получается, я не знаю. Я зарегистрировалась в фрилансе. Там у меня есть самая страничка. Отправила туда свое видео. Отправила фотографии. Отправила свой маленький рассказ про Косту Браву. И ни ответа, ни привета. Не знаю. Сейчас я вам красоту покажу. Как красиво. Как красиво. Вот, знаете, я не знаю, как камера передает, но вот я вижу такое нежно-голубое небо и темно-темно-синее море, которое вот бликует так красиво. Вот, посмотрите. Боже, как красиво. Это вообще... Это прямо так глаза радует, когда на это смотришь. Знаете, такое вот ощущение, когда ты смотришь на воду, на это просто... Ощущение, что, ну, в самом деле, что жизнь удалась. Честное слово. Еще знаете, что хочу сказать? Что вот мне тут тоже один такой комментарий пришел. Я понимаю, что для русского сознания вот это вот, что надо вот работать, работать. И вот это вот наша вот тут какая-то расслабленная вот жизнь вот в Испании, она непонятная. Вот мне одна женщина написала, говорит, а что это вот у вас, если только летом работа и осенью, и зимой пособие. Зачем же вы там мучаетесь в Испании и не возвращаетесь домой в Россию? Знаете, вот это не единственный такой комментарий. У меня вот за это время, пока я снимаю, каких коммент... И они, кстати, эти комментарии мне приходят в личку. Они мне не приходят вот под общим видео. Все это мне приходит в личку. И меня просто вот это шокирует. Я не понимаю. Ой, ничего не дадут видео, никак сделать мне. Так, покажу вам красивые просторы. Голубые. Вот, послушайте меня. А что ужасного в том, например, что я полгода работаю, по тысяче зарабатываю, и потом полгода у меня пособия. Полгода я отдыхаю, могу путешествовать, могу заниматься, чем я хочу. Могу дополнительный какой-то заработок найти, могу там YouTube снимать. Зачем мне домой возвращаться в Россию, я не поняла. И что у меня там ждет? Вот эти женщины, которые реально мне вот это пишут, чем вот так мучатся, это вы что, считаете, что вот я здесь вот мучаюсь, что ли? У меня каждый день свежие фрукты, свежие овощи. Никогда не бывает просроченных продуктов в магазине. Все свежайшее. Мы все время путешествуем. Захочу, сяду на трейн, поеду в Барселону, захочу в Тосе де Марту гуляю. Что я буду делать в России? Объясните мне, пожалуйста. Лучше, говорит, возвращайтесь в Россию. И что я в 50 лет... Вот кто-нибудь скажите, на что я могу претендовать в 50 лет в России? На что? На работу уборщицы, да, которой 7 тысяч заплатят? Чем так мучатся? Я вот в комментарии вот это не поняла вообще. Чем так мучатся и работать по полгода? А вы что реально считаете, что когда человек работает полгода и полгода отдыхает, он мучается, что ли? Я вообще что-то не понимаю. И я считаю, что как бы... Ну, во-первых, я все время ищу дополнительный заработок. Я тоже считаю, что иметь только одну работу, это, ну, как бы, ну, видите, не так... Одну работу иметь, это не... Наше время это уже, как бы, неуверенность в завтрашнем дне. А вот именно надо иметь какие-то несколько видов заработка. Например, вот YouTube, конечно, очень сложно. Смотрите там, какие катаются. Сейчас поближе сделаю. Здорово так. Вот, смотрите, как люди отдыхают. И вот что, вот вы считаете, что они мучаются, что ли? Вот они тоже сидятся на паре и отдыхают. То есть, конечно, это не туристы. Ну, не знаю. Тут практически весь Люрет так живет. Полгода без выходных люди работают. А потом полгода сидят на это, на пособие... Ну, это вот у меня простая юда. Она у меня 426 евро. Она у меня маленькая. А, например, вот у испанцев, как и, например, у Лёши, которые там больше 10 лет работают, то у них ведь уже не аюда, у них полноценное пособие по безработице, которое составляет 80% от заработной платы. Вот, например, Лёша получает вот так он... В общем, достаточно большую Лёша получает зарплату. Я не могу говорить, потому что вдруг он рассердится. То есть, извините, если он чуть-чуть на 20% будет поменьше получать, то, что и при том человек не работает в этот момент, а может путешествовать, может, я не знаю, заниматься чем-то другим. Вот объясните мне, пожалуйста, вот... Это... Почему у вас такая... Почему логика? Где логика вот... Вот где логика вот в этом сообщении вот? Зачем вам там так мучатся? Возвращайтесь на родину. Знаете, я в страшном сне. На родину не вернусь. Ну, я здесь буду на 400... Здесь на 400 евро 30 раз лучше жить, чем у нас в России на 50 тысяч, наверное. Ну, я не знаю. Ну, это моё личное мнение. Ну, посмотрите, какая красота. Вот знаете, вот когда... Так вот красиво, тепло, когда ты можешь пойти на пляж, когда ты... Особо много денег не нужно. Ну, вот что, вот сейчас я пойду джинсы куплю. У меня джинсы пришли в негодность. Притом, эти джинсы Ропе де Марко. Ропе де Марко. Ничем они не лучше, чем, которые я покупала на рынке. Они точно так же вытянулись, взорвались, потеряли свой вид. Я пойду сейчас обыкновенные джинсы куплю. Я не собираюсь глупостями заниматься, на что это надо. Я куплю джинсы... Вот я видела вчера распродажу в одном магазине, в обыкновенном, не марочном. Там распродажа была по 5 евро. Я сейчас пойду, и там все три пары куплю. Если, конечно, там уже все не скупили. Пойду сейчас, вот, вначале я посмотрю, сколько мне денег, ну, сколько мне денег на счету. И пойду куплю себе джинсы опять и все. Вообще, знаете, здесь, ну, как... Здесь вот нет вот этого вот, как бы, отношения такого к одежде, что надо без конца ее менять, надо купить дорогу. Здесь все никто ничего не смотрит, во что-то и одет. Ну, не знаю, почему здесь так. Я не знаю. Я не могу объяснить. Ну, в общем, здесь в любой одежде ты можешь считать себя комфортной. Единственное, чтобы она была чистая. Вот и все. Чтобы от тебя не воняло. Вот и все. Единственное, что испанцы осуждают, это когда человек грязный, неопрятный. Вот. А так... Главное, чтобы она чистенькая была, чтобы ты в ней выглядела нормально, на свой возраст, ну, чтобы нелепо. Я считаю, что вот... Почему мне еще не нравится Ропа де Марка, но она все равно сшита для молодежи. И мне кажется, что я в ней себя нелепо выгляжу. В 50 лет в такой одежде я уже себя не чувствую нормально. Ну, все, народ. Народ уже тут идет. Еще раз вам покажу. Здесь первая комара. Вот такой тут комплекс тоже идет. И закончу. Потому что уже тут народ идет. А как-то неудобно.